Василий Семёнович Лановой Сестра Валентина, которая позже окончила театральное училище Однажды в 47-м году Василий вместе с товарищами посмотрел спектакль «Драмкружка» в Доме культуры завода имени Лихачёва И потрясённый увиденным записался в этот кружок, где получил первые уроки сценического мастерства В 48-м году Василий дебютировал в спектакле «Драмкружка» «Дорогие мои мальчишки» В 51-м году Лановой окончил школу с золотой медалью В театральное училище имени Щукина прошёл сразу Из 150 претендентов на место в престижном театральном вузе были отобраны двое Среди счастливчиков Василий Лановой Приёмную комиссию юноша покорил талантом и хорошими внешними данными Но почему-то передумал и поступил на факультет журналистики МГУ В 54-м ему предложили сняться в фильме «Актистат зрелости» Ведь он успешно играл в одноимённом спектакле на сцене Дворца культуры Лихачёва Когда картина вышла на экраны, то имела не только успех у зрителей, но и получила восторженные рецензии от критиков Тогда Василий Лановой оставил учёбу в МГУ и снова пришёл в Щукинское училище В 57-м году успешно окончил его и был зачислен в труппу театра имени Вахтангова Однако в театре ему не сразу доверили значимой роли и он подумывал о переходе в другой театр Так как к тому времени получил предложение из «Современника» и театра имени Моссовета Незадолго до этого на экраны вышла картина «Павел Корчагин», где Лановой успешно сыграл главного героя И этот фильм имел огромный успех у зрителей Советского Союза После премьеры Лановой проснулся знаменитым Режиссёр театра Рубен Симонов решил не упускать из театра такого актёра и стал доверять ему заметной роли Что вскоре сделало Василия Ланового одним из ведущих актёров театра Наибольшую славу в 1971 году актёру принёс фильм «Офицеры» После него Лановой регулярно стал получать предложение сниматься в кино Первой женой в 1957 году стала однокурсница актриса Татьяна Самойлова Вместе они прожили три года и расстались потому, что Самойлова против желания Ланового прервала первую беременность В результате у неё больше никогда не было детей Позже вместе они встретились на съёмочной площадке фильма «Анна Каренина» Вторая жена с 1961 года актриса Тамара Зяблова, которая была на пять лет старше Вместе они прожили до 1971 года, пока не случилась автомобильная авария, в которой Зяблова погибла На момент аварии она ждала ребёнка Третья жена с 1972 года актриса Ирина Купченко, которая на 14 лет моложе Ланового В 1973 году у них родился первый сын Александр, названный в честь Пушкина А в 1976 второй сын Сергей, названный в честь Есенина Оба сына не пошли в актёрскую профессию Старший стал историком, а младший экономистом В 2013-м Сергей умер от сердечной недостаточности В творческом багаже Василия Семёновича Ланового 120 работ, из них 63 в кино Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok